Всем здравствуйте! Мы участники реалити-шоу Игры Реальности. И только сейчас, прямо сейчас для всех вас мы дадим небольшой концерт для наших замечательных смотрителей. Ещё раз! Ага, ага! Чех писал! Москва, Арбат, да? Пучу хэнс ап! Ага, ага! Е! Мой совет, не сидите без дела, и тогда будет всё хорошо. И после этого включился вот видео урок, как устроиться на работу. Это говорится о том, наверное, что нам нужно, пора уже устраиваться на работу. Суть здесь нам не важна. Нам просто дан намёк, что нужно сейчас поднять свои попочки и заняться делом. Давай-давай. Сразу я иду к тебе и хочу танцевать. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Нет, я пока с утра ещё не могу быстренько. Слушай, а знаешь, прикольно. Он дал мешочек с каким-то белым порошком. Так. Сказал высыпать на плиту и ждать минут пять. Вот это ты настоящий мужчина. Ты вот мне как вчера пообещал машину сразу, даже я у тебя не просила ничего. Ты сам сказал, я тебе тачку куплю. Я говорю, да ты мне нужен не в тачке дело, мне любовь нужна. А ты говоришь, а что тебе, плохо себе купить тачку? Конечно же, неплохо, Максик. Макс два метра счастья, он не может два метра быть свиньёй. Чё, я похож на хряка? Ну смотри сам. Подписывайтесь быстрее на наш сайт Игры Реальности. Регистрируйтесь, присылайте задания, будьте активными. И вы сможете вместе с нами, с вашим любимым героем дойти до конца и получить наследство. Мы ждём ваших заданий. Помогите решить задачу. Ну давай, Настюш. Настя, нам только что буквально на плазму пришла задача, и мы сейчас будем её решать, дамы и господа. Итак, задача звучит так. Моногибридное скрещивание. Так, ну тут всё очень просто. Очень просто, мне тоже кажется, на самом деле здесь никаких тяжёлых, в принципе, решений нет. Здесь всё настолько, всё на поверхности, что даже... Всё элементарно. Всё элементарно, Катюш. Да. Отвечаю. Всё это на самом деле не шутки. Ребёнок родится здоровым, потому что дети всегда должны рождаться здоровыми. И больных детей, они конечно есть, но они обязательно тоже выздоровеют. Потому что рецессивный ген здорового признака, он наследуется через прогрессивную наследственную априори ДНК. Ребята из игр реальности помогли мне на ура просто. Решили как от зубов задачка отлетела. И если ваш преподаватель не поверит вам в это, то пусть включите ему наш сайт игры реальности и покажите ему это вживую. Пусть проголосует за нас, потому что мы здесь можем дойти и написать свою докторскую. Да, и не только докторскую, но и для завтраков, и для любую колбасу, да? Любую колбасу, докторскую, копченую, охотничьи сосиски. Охотничьи сосиски у нас вполне могут быть. У нас новая задача, мы сейчас попытаемся её разобрать. Отойди, пожалуйста, к Катюше. Катюша, прочитай громко. При скрещивании чёрных кроликов между собой в потомстве получили чёрных и белых крольчаток. Поэтому они родились чёрными, но по наследству передалось, и у них родились дети. А теперь у меня вопрос родился. Да, какой? Кролики тоже могут быть причастны к расизму? У дяди Бори зелёный, а у неё серые глаза, да? То есть у матери, да? То есть у неё, может быть, и было настроение так себе. Дядя Боря её поднял. Так, ну, получается, следующее. Он и постучался, да? Неплохо. Можно войти. Да. Вот. Он забежал сразу, да? Да, сразу забежал. Она после душа вышла. После. Так. Да, и у них сразу уже началось вот это... Общение. Нет, общение, да, началось. Потом уже началось ой-я-я-я-я-я-я-о. Вот. Он забегает довольный, конечно же, да? Довольный, да. И начинается у них вот это действие происходить. Какое? Ой-я-я-я, ой-я. Вот, получается они вместе уже, да, сделали дело и гуляют смело. Вот так. Ну, дальше получается, что у них рождаются уже детки, да? Да, да. Получается двое... Паша и Маша. Ни хрена себе, смотри. Настоящий. Нет? Ой-ой-ой. Это не то, что наш, он там стоял, где талон. Это остатки снеговика. Субтитры сделал DimaTorzok